На такой позитивной ноте в Барнауле открыли первое в городе семейное МФЦ. Несколько дней назад подобное учреждение появилось в Камниной Аби. Принцип работы новых многофункциональных центров отличается от тех, что действуют уже несколько лет. Специалист на первичном приеме, то есть он выясняет потребности семьи, то есть что их беспокоит в данный момент. И далее составляется карта, где прописано, чтобы тот вопрос решить, то есть это можно в том-то месте, в том-то, в том-то, в том-то. Но суть в том, что мы не бросаем семьи ни в коем случае. Обратиться в центр в праве семьи, находящейся в трудном положении, воспитывающей детей инвалидов или семьи участников СВО. Здесь должны подсказать и как зачислить ребенка в садик и проконсультировать по юридическим вопросам. Есть в центре и специалисты раннего вмешательства, психолог, логопед и инструктор ЛФК. То есть мы работаем на развитие ребенка в комплексе, то есть не только речь, но и в принципе для всего. То есть мы начинаем с мелкой моторики, с двигательной активности, общеразвивающие занятия. То есть плюс у нас бывают, приходят дети, которым требуется занятие с ЛФК, с массаж, то это все услуги, которые мы им оказываем. Услуги бесплатные, потому пользуются большой популярностью. В Барнаульский комплексный центр обслуживания населения, на базе которого основан МФЦ, в этом году поступило примерно 10 тысяч обращений, связанных с семьей. Я привела двоих детей, с ними позанимались в одно время, это очень удобно. И каждый педагог находит индивидуальный подход к ребенку. На данный момент к логопеду старшая дочь ходит и прогресс видим. Ходим мы уже полгода. Для сложных случаев есть мобильная бригада, которая может приехать для оказания помощи. Обращения в зависимости от ситуации будут принимать не только от самих семей, но и от соседей. К примеру, если ячейка общества неблагополучная и в ней страдает ребенок. Отметим, на открытие двух центров выделили около 16 миллионов рублей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.